Привет. Это Камчатка с Александром Петровым. Ах да, я в головном уборе. Нужно его снять. У вас не вызывают раздражения влогеры, которые в помещении сидят в головных уборах, которые снимаются в головных уборах. Если, конечно, эти влогеры позиционируют себя как мужчины, мужчина, входя в помещение, головной убор снимает всегда. Если же влогер сидит в помещении в шапке, кепке и другом уборе на голове, значит, он не мужчина. Сначала я немного похвастаюсь. Иду я по улице столицы Камчатского края, и тут ко мне подходит человек и говорит, здравствуйте, я зритель вашего канала. Я хочу пожертвовать вам деньги на развитие канала. Можно я вам не буду переводить на карту, а выдам наличными? Я говорю, давайте, конечно. Господин вынимает кошелек и начинает отсчитывать купюры. Я ему говорю, стойте, нет. Сейчас я извлеку камеру, и вы объясните, почему и за что вы хотите помочь моему каналу. Посмотрите, вот это короткая запись. Очень нравится ваш канал YouTube. Мы должны жертвовать, помогать культурному образованному человеку просвещать массы. Это точно. Я Павловник Николай. Мы должны жертвовать Александру Петрову, культурному образованному человеку, на продвижение культуры в интернете. А теперь продолжаем наши игры. Что читать о Камчатке? Какие книги наиболее важны в познании нашего полуострова? Ну, конечно, те немногие из вас, кто в школе обучился грамоте и не забыл ее, сразу вспомнят труды Крашенинникова, к примеру, Штеллера, Маргаритова, Слюнина. Но это все литература документальная. Я подумал о том, что нужно составить список из пяти книг художественных, наиболее ярко показывающих Камчатку. И список этот, надо сказать, я составил пять книг, показывающих Камчатку. Это не то пять, потому что я не буду распределять их по местам. Очень трудно, конечно, совместить все это. Я просто покажу эти книги. Книга вышла в свет в 65-м году во Владивостоке в Дальневосточном книжном издательстве. Вторая книга – это книга стихов Виктора Шигакова «Пунктиры». Эта книга вышла в 68-м году, тоже во Владивостоке. И, на мой взгляд, это лучшая пиетическая книга о Камчатке. Книга третья. Радмир Коренев «Дик» возвращается в стаю. Избранная. Из этой книги собраны рассказы и повести старейшего камчатского прозаика, живущего до сих пор недавно отпраздновавшего 90-летие в конце прошлого года. Очень рекомендую. Четвертая книга. Эмиль Куни «Бухта ложных вестей». В этой книге собраны стихотворения, поэмы и рассказы Эмиля Аркадьевича Куни. И я с гордостью скажу, что в 96-м году я принимал непосредственное участие в издании этой книги как редактор и составитель. И последняя, пятая книга – это «Эпопея Георгия Поротова на околице Руси». Это второй том собрания сочинений Поротова. В принципе, сделать выбор для меня было достаточно легко, потому что я хорошо знаю художественную литературу, посвященную Камчатке. Единственная сложность, с которой я столкнулся. Книга Коренева дик возвращается в стаю. Соперничала в моей умной голове с книгой Николая Рыжиха «Рыбацкое море». Но все-таки победу одержал Коренев. Итак, коротко повторю. Роман Райгородецкий. Путина. Виктор Шевиков. Пунктиры. Радмир Коренев. Дик возвращается в стаю. Эмель Куни. Бухта ложных вестей. Георгий Поротов. На околице Руси. Не смотрите, что на обложке написано сочинение. Этот второй том полностью занят эпопеи на околице Руси. Но не могу не заметить, что Камчатка не дала русской литературе по гамбургскому счету больших поэтов и прозаиков. Здесь пытаются провоцировать провокаторы. Объяснений этому можно придумать множество. Но, наверное, главное объяснение замкнутость в себе. Отдаленность от культурных кодов двух столиц. Да, конечно. Камчатские литераторы традиционалисты. Традиционалисты как в литературном отношении, так и в отношении нравственном. Но надо сказать, что, к сожалению, таланта им это не особо прибавило. Да и литература как таковая, художественная литература как таковая. На Камчатке появилось только в 20 веке. Я не рассматриваю туземную литературу, потому что она представляет интерес исключительно с этнографической точки зрения. Наконец-то вы узнали правду. Разве я уже упомянул прекрасную, придуманную Виктором Борисовичем Шкловским легенду о Гамбургском счете, то есть о высшем, самом объективном счете, то повторюсь снова. Камчатка не дала русской литературе великих литераторов. Но моя задача сегодня не искать великих литераторов, а назвать пять книг «Один, два, три, четыре, пять». Назвать пять книг художественных книг, которые, на мой взгляд, наиболее, точно наиболее, полно знакомят читателей с Камчаткой, с Камчаткой и людьми, живущими на Камчатке. Потому что сама по себе Камчатка, как таковая, без людей, не представляет абсолютно никакого интереса. Человеку всегда интересен. В первую очередь человек. Вот такими вот сентенциями я закончу ролик о пяти наиболее привлекательных, на мой взгляд, художественных книгах о Камчатке. И третий раз назову их только уже в обратном порядке. Георгий Поротов Эпопея на окулице Руси. Эмиль Куни Бухта ложных вестей. Радмир Коренев Дик возвращается в стаю. Виктор Шевиков Пунктиры Роман Раигородецкий Путина Кстати, вы, наверное, хотите посмотреть и на Авачинскую губу и на центр Петропавловска. Ну что, смотрите. Раигородецкий Пут Раигородецкий Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» В следующих роликах я расскажу более подробно о каждой из этих книг. А теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится получать от меня какие-либо новые знания в части культуры. А если вы тупые необразованные животные, которым хочется на ютубе смотреть только на голые задницы, ставьте дизлайки. Если вы здесь первый раз, то сейчас я открою вам секрет, как не пропускать новые видео на канале. Для этого нужно выполнить вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра. Для того, чтобы красная кнопочка подписаться превратилась в серую кнопочку «Вы подписаны». Сделали? Какие вы умницы! Теперь ролики моего канала не пройдут. Мимо вас. До свидания.